Что вообще такое жить духовной жизнью? Что значит духовное развитие? Сегодня все об этом кричат, что если ты будешь духовно развиваться, то в твоей жизни всё наладится. Если ты будешь жить духовной жизнью, то ты будешь богатым, счастливым, успешным, реализованным. Но мало кто говорит, что это вообще такое и как это нужно делать. Так вот я вам сейчас расскажу, что это. Духовная жизнь — это жизнь Души. То есть это та жизнь, которую прописала Душа, желая прийти сюда, в это воплощение, чтобы пройти этот опыт. И, конечно, это всё эфемерно, это всё понятно, что ничего не понятно. Да, от того, что я сейчас рассказываю. Но дальше будет интересно. Ранее для того, чтобы жить путём Души, а не эго. Что такое вообще эго? Эго — это набор программ личности. То есть это разная форма масок, которую мы ежедневно на себя надеваем, чтобы казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Ну, так для эго это устроено. То есть нам постоянно нужно что-то в себе улучшать, в теле, в доме, менять машины, чтобы они были круче, лучше, чтобы другим доказать, что мы имеем какой-то статус, что мы имеем какую-то ценность. То есть это постоянное сравнение себя с другими и постоянная конкуренция с другими. Душа же наоборот. Душа очень тихая. Душе не нужно вот этой вот всей мишуры, вот этих всех масок. Она такая, какая она есть. И когда мы позволяем душе жить и проявляться в полной мере, скажем так, то мы автоматически все эти маски снимаем. Они нам не нужны. Они становятся лишними, тяжёлыми. И всё, что у нас есть в доме, становится лишним, тяжёлым. Нам хочется всё это почистить. Нам хочется такой минимализм. Нам действительно становится от этого тяжело. Почему? Потому что для эго это всё нужно, чтобы лишний раз себе доказать, что ага, у меня есть это. Это круто. Я крутая или я крутой. У меня есть то. У меня есть куча женщин. У меня есть слава. Я лидер. Я чего-то достиг. Смотрите все. Радуйтесь. Завидуйте. А я буду этим восхваляться. У души же наоборот. У неё всё очень тихо. Ей не нужно вот этой мишуры. Ей не нужно проявляться в плане того, чтобы прям вот все видели, говорили. Когда мы живём путём души, с нами остаются те люди, которые резонируют на чистоте нашей души. То есть это наши вибрации. И у нас нет врагов. У нас нет конкурентов. Мы просто такие, какие мы есть. И нас люди либо принимают, либо не принимают. И мы это самое главное внутри себя принимаем. Мы не пытаемся кому-то доказать, что мы лучше. Что нам нужно миллион подписчиков для того, чтобы быть круче. Мы просто такие, какие есть. И мы даём в этот мир то, что мы можем дать на сегодня. Мы не прыгаем выше своей головы, чтобы опять кому-то что-то доказать. Мы это делаем только для того, чтобы внутри себя стать целее, наполненней. Когда мы чем-то делимся, мы в себе освобождаем место для того, чтобы ещё что-то новое получить в виде опыта. Это и есть путь души. Но как идти этим путём? Как быть духовно развитыми? На сегодня очень много есть инструментов, которые нам помогают увидеть свои сильные, слабые качества, своё предназначение. Вообще, для чего мы сюда пришли, к чему мы должны прийти. Так как мы в Матрице, очень много на сегодня подаётся расчётов различных, которые на статистике, на огромном количестве людей, статистика ведётся и доказана. Это различные формы нумерологии, где-то даже астрология рабочая, где-то ченнеллер подают эту информацию. И здесь, конечно, очень важно для себя, даже можно не обращаясь к никому, если вы на сегодня уже осознанный, пробужденный человек, вы можете в себе отследить. По пути души вы идёте или по пути эго? Как это можно отследить? Например, если вы каждый день раздражаетесь по малейшей какой-то причине, это говорит о том, что вы уже проживаете жизнь по минусу, то есть по пути эго. Почему? Потому что когда вы раздражаетесь и вы эту энергию не преобразуете в какое-то благостное состояние в виде, например, может быть, это какое-то творческое проявление, картину нарисовали. То есть что такое вообще раздражение? Что такое вообще гневные эмоции? Это нереализованность. Это когда вы пытаетесь кому-то что-то доказать, когда вы пытаетесь получить любовь извне, когда вы не имеете возможности или не понимаете, или не знаете, как реализовать свой потенциал, и из-за этого вы начинаете всех обвинять вокруг. Например, вы не можете заработать, вот на сегодня вы работаете на нелюбимой работе, вы понимаете, что ваш потенциал в большем, и не 50 тысяч вы можете получать, а 150, например. Но вы не можете прыгнуть выше вашего потолка, и, соответственно, из-за того, что вы не понимаете, куда дальше двигаться, вы начинаете раздражаться на всех, обвинять всех вокруг, мужа, жену, родителей, что все, даже государство, что все вам мешают развиваться. Что вам не дали нужных инструментов, что вас не научили расти, что вас не научили зарабатывать или жить жизнью мечты. И, соответственно, из-за этой нереализованности вы идете по минусу. То есть вы раздражаетесь. Соответственно, это раздражение, оно есть у вас. Это ваш потенциал. На самом деле, это очень мощная энергия, которая может быть вашим плюсом. То есть эта энергия может стать для вас благостью. И когда вы знаете, как эту энергию преобразовать, тогда вы начинаете, то есть как ее развернуть в плюс, тогда вы переходите на путь души. Но здесь очень важно это отследить. Либо просто для себя знать инструкцию. Зачем вы сюда пришли? Зачем? Какие ваши плюсы, какие минусы? Какие, например, у вас чакры слабые, и с ними необходимо работать, и как? Какие чакры сильные? Как их усилить еще? Или, может быть, ими пользоваться? Не уйти в минус. Или, например, в цифровлогии, в цифрологии, в нумерологии можно понять, какие ваши сильные стороны и почему у вас проявляются слабые стороны, минусы. И, соответственно, когда вы это знаете, у вас появляется инструкция на жизнь, если вы сами не умеете отслеживать. Вот, например, человек постоянно ревнует свою жену. Вот он ревнует вообще каждому столбу. Это не проблема жены. Это проблема этого мужчины. Потому что он включил эго. Что такое эго? Это личность. Когда здесь включаются все минусовые стороны. Это желание присвоить себе то, что не принадлежит. А нам в этой жизни вообще ничего не принадлежит. Это желание манипулировать. Это желание, чтобы человек делал так, как хочется этому мужчине. Чтобы он был спокоен. То есть это желание успокоить себя за счет других. Что если она будет дома сидеть, не будет гулять, я буду спокоен, она не будет мне изменять. Соответственно, для того, чтобы вот эту ревность развернуть в сторону плюса, потому что это говорит о том, что человеку не хватает любви к себе. Он эту любовь ищет извне. Поэтому, когда он находит извне объект, которому можно направить внимание, от которого можно получить внимание, эта энергия, он начинает это присваивать себе и боится это потерять. То есть он таким образом как бы залатал вот эту дыру, которая у него образовалась из-за нелюбви к себе. Из-за этого он живет в страданиях, в переживаниях, в ревности, в агрессии на весь мир. Это огромная энергия, которую он затрачивает на то, чтобы получить эту любовь извне. Это программа эго, когда мы пытаемся что-то получить извне. Но программа души это когда мы понимаем, что все есть в нас, и нам только нужно это в себе открыть. И как открыть? Полюбить себя, направить все внимание в себя, научиться жить с собой, научиться оставаться с собой наедине, получать удовольствие с собой наедине. Это, конечно, целая практика, это целое учение. Но для того, чтобы жить счастливо, по-настоящему счастливо, независимо от этого мира, независимо от того, принесет ли тебе завтра мир деньги, принесет ли тебе завтра мир любовь, будут ли живы твои родные, близкие, от которых ты так зависишь, будет ли существовать твой бизнес, от которого ты так зависим. Вот когда мы внутри целостны, у нас все выстраивается автономно. Когда мы не ждем от мира ничего, а мы знаем, что я спокоен внутри, я люблю себя, я ценю себя, мне с собой хорошо, и я знаю, что я пришел сюда один и уйду отсюда один, вот тогда все выстраивается так, как надо. Тогда становится очень легко. Легко построить отношения, легко построить бизнес, легко построить дружбу, легко наладить отношения с родителями, с детьми, и все становится легко, потому что в этот момент мы начинаем жить духовностью, с душою, понимаете? И если вам на сегодня очень сложно понять, где ваши пороки, обращайтесь к специалистам. Очень много на сегодня проводников, психологов. для себя можете найти любого специалиста, который вам откроет все ваши минусы. Лично касаемо меня, я работаю только через минусы с людьми. Я сразу показываю, где их минусы и как направить эти минусы в плюсы. Куда нужно деть свое раздражение, агрессию, гнев, как с этим проработать. я даю не только практики, но еще инструменты. Полностью рассказываю о чакральном наполнении, какие чакры сильные, слабые. Даю консультацию по цифрологии. Могу создать для вас книгу, инструкция жизни, где у вас будет четко прописаны все ваши плюсы и минусы, с которыми душа сюда пришла, все, что вам нужно проработать, все, что вы принесли с собой с прошлого воплощения, все, что вы принесли с собой с рода, и как это все преобразовать в миссию души. Но это не значит, что вы должны привязываться только ко мне. Это значит, что для каждого человека есть свой мастер, который вам может открыть духовные знания. И это необходимо на сегодня, потому что мы живем в огромном информационном потоке. К нам каждый день поступают миллиарды, гигабайт, терабайт, я не знаю, там уже нереально много информации, которую мы обрабатываем ежедневно и просто не успеваем познать себя истинного. Из-за этого масса проблем.